всем доброго времени суток меня зовут надежда и вы на моем канале и сегодняшнее видео это будет видео обзор моих готовых работ связанных за летний период как всегда наверное у любой вязающейся у меня была куча планов на лето навязать себе жемперов и прочего и прочего но как всегда у меня немножко пошло не по плану мои планы пошли не по плану и вместо джемперов у меня навязалась куча аксессуаров то есть это ваш два шарфа носки и следочки то есть будет много повторов скажем так так сложились обстоятельства что какое-то время у меня не было ли там дома плюс естественно заготовки но в общем не в этом короче ребята поехали начну я показывать вот таких вот два снудов то есть это два снуда один вот этот голубой но снуды в два оборота это я вязала для крестника на 7 где-то 6-7 лет до связан снуд обычной резинкой в общем вы поняли прикол такой что он будет на два оборота сверх завязываться поверх куртки то есть самый обычный шарф снуд обычной английской резинкой очень поднесу поближе вот так она выглядит вот такой вот шарфец вязался он из ланый голод классик по моему которая 51 процент акрил 49 шерсти или наоборот поправьте я не помню вот это одна работа у меня связалась вторая работа это такой же шарф снуд в два оборота только из черной пряжи резинка такая же он более широкий то есть взрослый абра вариант вязался из полу шерсти то есть там был пополам состав 50 процентов шерсть 50 процентов еще что-то я не помню у меня не осталось эти кетки это еще перерезали же советских запасов скажем так вот два таких вот снуда как бы впереди зима сезон я думаю что вот этот снуд уйдет у меня в свободную продажу более вероятной если у меня его не у ценен . да вот два таких шарфа дальше у меня моя работа это вальшки обычные с индийским клином то есть это более мужской такой вариант только в исполнении серого серого цвета на мою руку они естественно велики вот самые обычные ничего на них нет и вывезли индийский клим вот так такая вот работка у меня была вот так давай право дальше до нового я думаю вряд ли вы что-то так увидеть очень много в основном это будут повторы дальше у меня стопка вот таких вот цветков я их уже вязала не раз наверное уже промелькалась есть у меня мастер-класс на канале я если не забуду оставьте оставлю ссылочку если забуду есть плен плейлист мк носки тапочки пенетки то есть если вдруг я забуду если не забуду оставлю ссылочку то есть выглядят они вот так вот сейчас я вам покажу там по моему мастер-классе они в сером цвете вот выглядят они вот так следочки вязала и связывала все свои остатки вот вот это вот следки были из распуска по моему да потому что есть некоторые несколько узелочков вот так бесшумные вот как вы можете видеть они вот связаны в разных вариантах абсолютно из разных разных типов пряжи то есть подбирала по толщине длине и составу единственное что заморочилась на если это продолжается компоновала с полушерстью если это там длина определенная то есть подбирала по длине чтобы только было более менее внешне приемлемо да ну то есть абсолютно разные вот цвета как вы можете видеть разная композиция вот то есть ловите идею берите идеи как куда ликвидировать свои остатки там в мастер-классе я обвязывала спицами а здесь я уже взяла крючок то есть два ряда столбиками без накидов по моему да без накидов столбиками вот такой вариант мне понравился больше обвязки чем спицами допустим как я делала в мастер-классе то есть вот даже на больше по моему 39 размер то есть как вы можете видеть компоновала остатки чему и связала половину своих остаточков маленьких моточков вот это вообще прикольно смотрится тоже у меня была шапка которую я не выносил она была со стразиками запрет на следочках очень прикольно смотрится то есть куда и где можно что применить вот они так сверху выглядят очень прикольно интересно на мой взгляд прикольно как вам такая вот идейка сочетание цветов дайте мне обратную связь в комментариях вот надеюсь и надо фокусируется абсолютно разных расцветок и разных размеров как я уже сказала я полос и связала вот на вот эти следочки и носочки там мне тоже будут большую половину своих остатков таких вот ну что я что я понимаю по достатками это маленькие клубочки вы можете видеть куда уже не особо чего применишь у меня была вот такая модель как разных размеров расцветок то не получится раз два три четыре пять шесть семь пар ого да всем пора слову сказать вот такую вот пару одну я уже успела подарить то есть у меня их было две вот такой расцветки то есть было всех 8 вот вот таких вот следочков вот дальше что у меня связалась это носки самые обычные носки сейчас я вам покажу поближе вот вот такая вот пара полосатики тоже сколько у меня здесь цветов раз два три четыре цветов петяну пятка коричневая полушерстяная полушерстяная и здесь соответственно тоже остатки то есть фантазия вперед из песни да дальше полосатики еще одни вам покажу полностью полосатики полосатики это вот такие носочки пара да где-то примерно на сороковой размер вот здесь у меня все остатки из полушерсти подобраны по составу и по длине то есть чтобы было более-менее равномерно вот такая пара дальше ну носки обочины да я буду просто покажу попарно как они у меня какого цвета выглядят голубые но вот это хлопок кстати остаток у меня хлопков был сейчас у меня на крючочке я еще с маленьких кусочками не остался мне хватит на прихватку под горячий квадратным и прихватку я вижу крючком из такого вот остатка я думаю что уже в следующих готовых работах я вам ее обязательно покажу да ребятки я вспомнила как вяжется крючок крючок вспомнила я и сейчас заново пробую вязать крючком то есть возможно я к нему вернусь к крючку в смысле вот белая пара тоже полушерсть по моему шерсть с хлопком здесь и еще две пары черных то есть стопка с носочками носки самые обычные тоже на разные размеры разных цветов фактур черные это тоже полухлопок у меня того сколько у меня вышло раз три 4 5 6 7 пар самых обычных носок вот то есть это вам как идея да куда можно ликвидировать свои все остатки запасики маленькие таки несложно сказать назвать остатки запасами но что есть то есть на 7 пар носков обычных дальше что я вам покажу сейчас это будут обратно же носки но носки более фантазийные вот так вот они выглядят смотрите резинка у них связано косичками я надеюсь сфокусируется камера резинка вот связано косой вот до сих вот пор вот она словила надеюсь видно да ну и дальше обычная уже пятка чепчик или как не зовут и мысок ленточный в розыба да если я правильно помню здесь шерстяная тоненькая ниточка по моему 10 процентов 10 только по на на ощупь довольно мягкая не колючая ничего вот мне вообще нравится понравится понравились носочки и вот такие 5 рублей скучки я по-моему уж такие вязала с так и таким рисунком вот вот так вот они выглядят то более укороченный такой вариант коротенький по косточку допустим в кроссовке они получились тоненькими вот на осень пока допустим в ботинке или в кроссовке когда еще холодно когда еще сапоги обузь рано и зимние именно сапоги а в осенние уже холодно вот вязала на такой вот межсезонье то есть очень мне понравилось вязать с рисунками но как можете могли видеть я ликвидировала все свои остатки и добралась теперь до рисунков вот вот так вот они выглядят они эти носочки связаны примерно на 37 размер вот эти примерно на 38 так вот таких две пары замечательных носочков вот очень мне понравилось лежать носки рисунками вот прямо моё моё дайте мне обратную связь нравится ли вам так и огорода оформления носков и вяжите ли вы сами и в общем ваше мнение интересно по поводу рисунчатых носков все что вы думаете пишите в комментариях интересно знать ваше мнение не только ваши возможно еще что-то дальше дальше не с начнем с этих начнем с этих то есть на базе следочков вот тех которых я показывала да я связала еще одним как бы с виду они мало чем отличаются от предыдущих до сбоку но сверху я вот здесь вот вместо такой дорожки я опустила косичку здесь видно смотрите вот тоже вариант мне очень понравилась такая идея оформления до пускать на слитки косы то есть это было мой пробный вариант я прикинула скажем как это можно сделать я хочу еще немножко поработать пофантазировать вот над этой моделькой да как нибудь ее усовершенствовать наверное еще совершенствовать данной услышать в каком плане плане рисунков вот знаете какой-нибудь выглядит примерно я пора считаю я еще буду вязать эту модель наверное не раз вот посчитаю все это да и наверное сделаю еще один видео урок потом вот уже с такими косами если вам такие видео уроки нужны дайте мне знать в комментариях вот такая пара тоже шерстяные но не колючие дальше дальше вот такая пара у меня . все дочков уже тоже связалась то есть вот это и вот это они уже одинаковые смотрите розовые и сиреневые то есть это тоже у меня была проба пера немножко вот это была проба пера а вот это уже более такое законченный логический вариант розовые вот здесь больше остренький такой носик у меня получился так вот они выглядят сверху то есть таким носиком мне понравилось не очень да и я сделала уже в розовых нет они классные они удобно на ноге они не полят ничего но вот дню не мое острые носи скажем да и уже вот в этих розовых я сделала носик более скругленным вот если это можно видеть вот это уже более моё и на ноге на ноге вот нет у меня колодок девочки колодок меня нет таких вот нас разные размеры слитков я вас удовольствием одевала на колодке и показывала их бы вам в том варианте в котором они должны выглядеть на ноге но такой возможности мне пока нет так что здесь поверьте на слово вы смотрится вот эта моделька на ногах от вот класс мне очень понравилось вот таким оформлением и сейчас я работаю над тем что вот на эту модельку отснимаю видео урок как сколько набирать кого делась вот эти вот дырочки у бабочки где чего зачем то есть вижу уже из желтой пряжи чтобы было вам видно и понятно вот так что ждите немножечко попозже видео урок будет обязательно и в следующем видео о готовых работах вы уже увидите такую пару в желтом цвете вот такие вот у меня работки получились сейчас я вам покажу как это у меня сейчас выглядит на столе вот смотрите вот такой вот завалище если это можно назвать завалом до судить лишь судить вам часть работ я оставлю конечно для себя и для дочери для личного пользования и часть работ у меня пойдет скорее всего в свободную продажу поскольку у меня открыто ремесленничество и я могу свободно это делать если интересно я оставлю ссылку на группу в одноклассниках группа называется светлогорск на березине там у меня есть отдельный плейлист то есть альбом не плейлист а альбом с фотографиями а называется будет называться авторский альбом надежда упн там я укажу номер своего налога как это называется номер налогоплательщика да вы можете этот фото альбом найти то есть те работы которые у меня будут свободные продажи если вам что-то понравится вы можете их приобрести предварительно связавшись со мной если вам это интересно и нужно это были все мои работы на сегодня не та информация которую я хотела бы дать но я хочу еще познакомить вас с каналом к дельниц олесе девушка которая тоже вяжет канал довольно интересный положительный давайте сейчас пройдем посмотрим на канал да немножечко как я уже сказала давайте пройдем на канал олесе вот так вот выглядит у него аватарка канал называется полностью олеся вязание любимое хобби олесе уже десять тысяч подписчиков хотя когда он довольно молодой для youtube по возрасту не могу сказать сейчас точно сколько 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 олесе на ютубе этого я точно не скажу но и довольно молодой и довольно успешный канал я тоже на него подписаны у олесе много довольно видео и плохих это и обзоры готовых работ и о процессах от текущих процессах и планах на неделю вот как вы можете видеть готовая работа сентября мне нравится подобные видео с готовыми допустим работами я часто у девочек смотрю эти видео и у олесе в том числе сама ими вдохновляюсь мне очень нравится у олесе например вот эта вот курточка голубая вот прям хочу себе подобное что-то но руки так и не нашли пока на очень надеюсь что-то идут вот готовые работы мая летняя маечка списками мк мастер-класс то есть даже есть мастер-классы блоги новости запасов пряжи то есть очень много интересного всего мастер-класс на сквозь квадратной пяткой то есть вы на канале у олесе найдете для себя то что понравится именно вам мне очень нравится у олесе готовые работы которыми я вдохновляюсь скажем так и нравится подача материала так что если вам нравятся такие вид такого рода видео проходите на канал смотрите вдохновляетесь ну если вам нравится не забудьте подписаться вот к ссылку на канал олесе я оставлю в описании под этим видео ну и теперь на сегодня у меня уже точно все так что если вам понравилось сегодняшний обзор ставим пальчик вверх и не забываем подписываться на мой канал и на канал олесе тоже всем спасибо за внимание и всем пока до новых сюжетов спасибо за внимание